Добрый день, господа студенты. У нас с вами сегодня вторая лекция по дисциплине поликлиническое дело. Вы помните, что в первой лекции мы с вами знакомились с организацией работы участкового врача-терапевта и посмотрели, каковы же основные его обязанности, что он должен делать при оказании первичной медико-санитарной помощи населению своего участка. Я напомню вам, что первичная медико-санитарная помощь – это центральное звено системы здравоохранения, которая должна осуществлять главную функцию качественного улучшения показателей здоровья населения. От состояния амбулаторно-поликлинической помощи зависит эффективность и качество деятельности всей системы здравоохранения, сохранения трудового потенциала страны, а также решение большинства медико-социальных проблем, которые возникают на уровне больного, его семьи и у социально незащищенных групп населения – это дети, инвалиды, престарелые и лица пожилого возраста. Напомню вам, что основной приказ, который организует первичную медико-санитарную помощь взрослому населению – это приказ Министерства здравоохранения от 15 мая 2012 года, номер 543-Н, определяющий порядок организации работы поликлиники и порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилитерапии, который был утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 15 ноября 2012 года, приказ номер 923-Н. Оба эти приказа, определяя функции участкового врача-терапевта, одной из функций определяет проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациента. Представление пациентов на врачебную комиссию и направление пациентов на медико-социальную экспертизу, когда у наших пациентов есть стойкая утрата трудоспособности. Что же такое экспертиза трудоспособности? Это отрасль медицинских знаний, который изучает трудоспособность человека при наличии у него заболевания, травмы, увечья, анатомического дефекта, а также некоторых других причин, регламентированных законодательством по государственному социальному страхованию и преследовать социально-профилактические цели. Это уход за больным членом семьи, это санаторно-курортное лечение, карантин, стационарное пацизирование, до- и послеродовый отпуск и некоторые другие положения. Какова основная задача экспертизы врачебной? Это научно обосновать решение вопроса о трудоспособности больного человека. Что же такое трудоспособность? Это состояние организма человека, при котором совокупность физических и духовных возможностей позволяет выполнять определенного объема и характера профессиональных трудов без ущерба для здоровья. Что же такое нетрудоспособность? Это такое состояние организма человека, при котором совокупность физических и духовных возможностей не позволяет выполнять определенного объема и характера профессиональный труд без ущерба для здоровья человека. Если мы посмотрим, какие же виды нетрудоспособности есть, то это временные или стойкие, полные или частичные. Потери профессиональной трудоспособности в результате заболевания, травмы ее последствий, в результате какого-то анатомического дефекта, а также ряд причин, обусловленных законодательствам по социальному страхованию, о которых мы с вами только что сказали. Мы с вами в первую очередь сейчас будем заниматься временной нетрудоспособностью. Что же такое временная нетрудоспособность? Это такое состояние организма человека, обусловленное заболеванием или травмой, при котором нарушения функций сопровождаются невозможностью выполнять профессиональный труд в обычных производственных условиях в течение определенного ограниченного промежутка времени. Но эти нарушения, они носят обратимый характер. Временная нетрудоспособность может быть обусловлена другими социальными факторами и медицинскими причинами, предусмотренными законодательством по социальному страхованию. Это уход за больным ребенком или взрослым человеком, это санаторно-курортное лечение, карантин, картизирование, беременность и роды. Как же решаются вопросы временной нетрудоспособности в первичном здравоохранении и каковы здесь функции участкового врача-терапевта? Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 29 июня 2011 года номер 624-Н с изменениями и дополнениями на 10 июня 2019 года это приказ об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности. Основным документом, который определяет нетрудоспособность работающего человека это листок нетрудоспособности. Данный приказ зарегистрирован в Минюсте в июле 2011 года. Каков же порядок выдачи листка нетрудоспособности нетрудоспособным гражданам? Во-первых, форма бланка самого листка нетрудоспособности утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития 26 апреля 2011 года приказом номер 347-Н. Вот сама форма листка нетрудоспособности, где мы, так скажем, и регистрируем все позиции, связанные с освобождением больного от работы. Это лицевая сторона листка нетрудоспособности и есть вторая сторона листка нетрудоспособности, где есть информация по заполнению самого бланка. Мы к ней еще с вами в ходе лекции вернемся. Каков же порядок выдачи листков нетрудоспособности, регламентированных данным приказом? Листок нетрудоспособности выдается застрахованным гражданам, то есть гражданам, которые подлежат обязательному социальному страхованию. Это лица, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, это лица иностранные граждане и лица без гражданства, которые работают, проживают в Российской Федерации, и лица без гражданства, временно пребывающие в Российской Федерации. Чтобы быть застрахованным, социально застрахованным, на случай нетрудоспособности при заболеваниях и травмах, Эти граждане должны работать на предприятиях Российской Федерации. Мы можем решать вопрос нетрудоспособности у граждан, которые являются безработными и состоят на учете в государственных усердениях занятости населения, в том случае, если у них есть заболевания, травмы, травления и иные состояния, которые приводят к временной потере трудоспособности на время протезирования, беременности, родов и усыновления ребенка. Вольничный лист может выдаваться застрахованным лицам из числа иностранных граждан или из безгражданства, временно проживающих на территории Российской Федерации, утратившим трудоспособность в средстве несчастного срочинного производства или в случае профессионального заболевания. Выдача листков нетрудоспособности осуществляется только лицами, которые имеют в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензию на медицинскую деятельность, включая работы и услуги по экспертизе временной нетрудоспособности. Если такой лицензии нет, тогда медицинский работник не имеет права выдать листка нетрудоспособности. Листок выдается медицинскими работниками, в том числе лечащими врачами медицинских организаций, фельдшерами и зубными врачами медицинских организаций в случае, если есть приказ, подтверждающий их полномочия. Этот приказ утвержден федеральным органом исполнительной власти. Не выдают листки нетрудоспособности медицинские работники, которые работают на скорой медицинской помощи, на станциях организации приливания крови, приемных отделений больничных учреждений, больни логических лечебников и грязи лечебных, медицинских организаций особого типа, центров медицинской профилактики, медицинных катастроф, бюро пациентов. Учреждение здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Право выдачи имеет только лечащий врач. Право на получение имеет только пациент, социально застрахованный, то есть работающий на предприятии российского подчинения, любой формы собственности с оформлением трудового договора. Если трудового договора нет, то тогда листок нетрудоспособности не выдается данному пациенту, обратившемуся за медицинской помощью. Выдача листка нетрудоспособности осуществляется при предъявлении документа удостоверяющего личность. В случае, если гражданин на момент наступления временной нетрудоспособности, отпуск по беременности или родам занят у нескольких работодателей, и в два предшествующих календарных года до выдачи листка нетрудоспособности был также занят у этих работодателей, тогда мы можем выдать несколько листков нетрудоспособности по каждому из мест работы данного пациента. Выдача и продление листка нетрудоспособности осуществляется медицинским работникам после непосредственного осмотра гражданина и записи данных о состоянии его здоровья в медицинской карте амбулаторного больного, которая как раз и обосновывает необходимость временного освобождения от работы. Бланки листка нетрудоспособности регистрируются в первичной медицинской документации с указанием их номера, дат выдачи и продления, даты выпуски гражданина на работу, если закончилась уже нетрудоспособность, сведения о направлении гражданина в другую медицинскую организацию. При амбулаторном лечении заболеваний или травм, отравлении и иных состояний, связанных с временной потерей гражданами нетрудоспособности, лечащий врач единолично выдает гражданам листок нетрудоспособности сроком на 15 календарных дней включительно. При сроках нетрудоспособности, превышающих 15 календарных дней, листок выдается и продлевается по решению врачебной комиссии, которая назначается руководителем медицинской организации. Частно практикующие врачи, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, включая работы по экспертизе временной нетрудоспособности, при сроке временной нетрудоспособности, превышающей 15 календарных дней, направляют гражданина на врачебную комиссию в медицинскую организацию по месту его прикрепления или регистрации по месту жительства, месту пребывания и временного проживания, для того чтобы ему врачебная комиссия продлила листок нетрудоспособности. То есть частно практикующий врач выдает листок на 15 календарных дней и далее направляют его на врачебную комиссию по месту его прикрепления или регистрации. По решению врачебной комиссии, при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе, листок нетрудоспособности может быть выдан в установленном порядке со дня восстановления трудоспособности, но на срок не более 10 месяцев, а в отдельных случаях равном состоянии после реконструктивных операций, туберкулезе, на срок не более 12 месяцев, но при этом продляется больничный листок по решению врачебной комиссии не реже, чем раз в 15 календарных дней. При заболеваниях, профессиональных заболеваниях, травмах, в том числе полученных вследствие несчастного случая на производстве, когда лечение осуществляется в амбулаторных поликлинических условиях, листок выдается в день установления временной нетрудоспособности на тот период, который считает врач, включая нерабочие, праздничные и выходные дни. Эти дни непосредственно, непрерывно включаются в продолжительность временной нетрудоспособности. Не допускается выдача и продление листка нетрудоспособности за прошедшие дни, когда гражданин не был освидетельствован медицинским работником. Выдача и продление листка за прошедшее время может осуществляться только в исключительных случаях по решению врачебной комиссии, когда больной обращался в медицинскую организацию или работник посещал его на дому. Гражданам, которые обратились за медицинской помощью после окончания рабочего времени или с их рабочей сменой по их желанию, дата освобождения может быть указана со следующего календарного дня. Потому что в этом случае, если больному проставили рабочую смену, ставили рабочее время, то за этот день он уже получит заработную плату. А со следующего дня у него будет листок нетрудоспособности. Гражданам, которые направлены в медицинскую организацию из драффункта, где фельдшер признал их нетрудоспособным, листок нетрудоспособности выдается с момента обращения в драффункт при наличии медицинского документа, подтверждающего эту нетрудоспособность. То есть фельдшер из драффункта укажет, что больной обращался за медицинской помощью, укажет диагноз, подтвердит его нетрудоспособность и даст направление к лечевому врачу на следующий день. Не выдается листок нетрудоспособности в следующих случаях? Когда обратившийся за медицинской помощью пациент осмотрен врачом и у него не выявлено признаков временной нетрудоспособности. Далее гражданам, которые проходят медицинское освидетельствование, медицинское обследование и лечение по направлению военных комиссариатов. Гражданам, которые находятся под стражей или административным арестом. Гражданам, которые проходят периодические медицинские осмотры, в том числе в целях в центрах профпатологии, с заболеваниями хроническими вне обострения или ухудшения состояния, которые проходят обследование, получают различные процедуры и манипуляции в амбулаторных поликлинических условиях. Учащимся образовательных учреждений начального, профессионального, среднепрофессионального и высшего профессионального образования и учреждений послевузовского профессионального образования. В случае заболевания, травмы или отравлений этой категории граждан выдаётся справка, освобождающая его от учёбы. Каковы основные причины нетрудоспособности, при которых выдаётся листок нетрудоспособности? Это заболевания, это травма, это карантин, несчастность сочного производства или его последствия, отпуска беременности и рода, протезирование в стационаре, профессиональное заболевание или его обосновение, долечивание в санаторий, уход за больным членом семьи, иное состояние отравления, проведение манипуляций и другие ситуации. При заболевании и при травме, мы уже сказали, больничный лист выдаётся единолично лечащим врачом на 15 дней, а затем приставляется на врачебную комиссию для продления этого больничного листа. И мы сказали, что если прогноз положительный, то мы можем продлять больничный при некоторых ситуациях до 10-12 дней. Если прогноз отрицательный данного больного, и он не вернётся к суду, то сроки продления больничного листа по санкции врачебной комиссии не должны превышать 4 месяцев, а дальше мы направляем больного на следующий этап экспертизы, экспертизу стойкой утраты трудоспособности. В остальных ситуациях есть особое правило выдачи листка нетрудоспособности. Как выдаётся листок нетрудоспособности по уходу? В больничный выдаётся по уходу за больным членом семьи, выдаётся одному из членов семьи, опекуну, попечителю, иному родственнику, который фактически осуществляет уход за данным заболевшим человеком. Мы можем выдавать листок нетрудоспособности по уходу за больным ребёнком или за больным взрослым. По уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет листок нетрудоспособности выдаётся на весь период лечения ребёнка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребёнком в медицинской организации в стационаре приказания в медицинской помощи. Ребёнку в возрасте от 7 до 15 лет при амбулаторном лечении или совместном пребывании одного из членов семьи, петуна, попечителя, ребёнком в стационаре выдаётся больничный листок на срок до 15 дней, если по заключению врачебной комиссии не требуется большего срока для ухода. Не выдаётся больничный по уходу за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении за хроническим больным в период ремесии. Не выдаётся листок по уходу в период ежегодного оплачиваемого отпуска и в отпуске для сохранения содержания, в период отпуска по беременности и в период отпуска по уходу за ребёнком по достижениям возраста трёх лет, за исключением случаев, когда гражданин, находящийся в этом отпуске, работает на неполном рабочем времени, то есть на работе, на производстве или на дому. По уходу за взрослым членом семьи в больничный лист выдаётся с момента ситуации, возникшей на первые три дня для организации ухода. Затем, если больной продолжает нуждаться в уходе, то мы даём справку врачебной комиссии для оформления отпуска без сохранения содержания. В исключительных случаях по санкции главного врача больничный по уходу за взрослым членом семьи может быть продлён до 7 дней, но не более того. Как выдаётся листок нетрудоспособности при протезировании? Он выдаётся гражданам на правильной медицинской организации на протезирование в стационарное специализированное утверждение той медицинской организации, где будет находиться пациент, причём выдаётся в больничной и на время проезда к месту протезирования. Сразу выдаётся на весь период протезирования и на проезд к месту регистрации, к месту жительства или временного проживания. Вольничный пол беременности и родом. Листок нетрудоспособности по беременности и родом выдаётся врачом акушером-гинекологом, при его отсутствии врачом общей практики семейным врачом, а при его отсутствии может выдаваться фельдшером. Выдача листка производится в 30 недель беременности единовременно с продолжительностью до 140 календарных дней. 70 календарных дней это до родовый отпуск и 70 календарных дней после родовый отпуск. При многоплодной беременности листок выдаётся в 28 недель беременности единовременно на 194 календарных дня. 84 календарных дня до родов и 110 календарных дней после родов. При сложненных родах листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается дополнительно на 16 календарных дней медицинской организации, где произошли роды. При родах наступивших период от 22 до 30 недель беременности листок выдается той организации, где произошли роды, сроком на 156 календарных дней. Как заполняется листок нетрудоспособности? Записи в вести нетрудоспособности выполняются на русском языке печатными заглавными буквами, чернилами черного цвета, либо с применением печатающих устройств. Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой ручки. Не допускается использование шариковой ручки. Записи в вести нетрудоспособности не должны заходить за пределы границ ячеек, предусмотренных для внесения соответствующих записей. При наличии ошибок в заполне листке нетрудоспособности он считается испорченным и взамен испорченного листка оформляется дубликат листка нетрудоспособности, о чем обязательно делается запись в первичной медицинской документации. Как выдается листок при карантине? При временном распространении от работы граждан, контактирующих с инфекционными больными или граждан, выявленных как бактерий-носителей, листок выдается врачом-инфекционистом, а в случае его отсутствия – лечащим врачом. И продолжительность отстранения от работы в этих случаях определяется утвержденными сроками изоляции лиц, перенесших инфекционные заболевания или соприкасавшихся с ними. Что такое врачебная комиссия? Существует приказ Минздрав соцразвития России от 5 мая 2012 года, номер 502-М, который утверждает порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации. Структуру врачебной комиссии медицинского утверждения. В состав этой комиссии входит лечащий врач, заведующий отделением, в нашем случае это участковый врач-терапевт, и заведующий отделением терапевтической поликлиники, замглавного врача по экспертизе временной нетрудоспособности, председателем комиссии всегда является главный врач. Когда врачебная комиссия решает вопросы экспертизы нетрудоспособности, то главный врач свои функции председателя делегирует заместитель главного врача по экспертизе нетрудоспособности, и тогда в состав комиссии входит лечащий врач, заведующий отделением, замглавного врача по экспертизе нетрудоспособности. Функций врачебной комиссии очень и очень много, Мы посмотрим только на те функции, которые как раз важны нам при решении вопросов экспертизы временной нетрудоспособности. То есть функция в этой ситуации продление листа нетрудоспособности в случаях предусмотренных инструкций о порядке выдачи документов, то есть свыше 15 дней. Далее в сложных и конфликтных случаях экспертизы нетрудоспособности, когда больной может быть не согласен с решением лечащего врача, тогда мы также направляем больного на врачебную комиссию, а также для решения вопроса о дальнейшем лечении больного. Очень много функций комиссии, связанных с направлением пациента на медико-социальную экспертизу. Когда врач направляет больного на врачебную комиссию, в первичной медицинской документации в амбулаторной карте он оформляет эпиклист на врачебную комиссию, где обосновывает необходимость продления листа нетрудоспособности свыше 15 дней. Далее врачебная комиссия оформляет свое заключение также в первичной медицинской документации в амбулаторной карте, где и выносится решение врачебной комиссии или о выписке больного к труду, или продление листа нетрудоспособности на срок более 15 дней. И вот так на врачебную комиссию для длительной заболеваемости мы направляем нашего пациента не позднее, чем каждый 15 дней. Давайте посмотрим на листок нетрудоспособности, на обратной стороне которого есть информация по заполнению бланка. В самом листе нетрудоспособности, в графе причины нетрудоспособности мы обязательно укажем, какова же причина и код этой причины. Те причины, о которых мы сейчас с вами говорили, заболевания, травмы, карантин, беременность, рода и так далее. Очень важной строкой в больничном листе является отметка о нарушении режима. Когда больной находится на листе нетрудоспособности, естественно, он должен соблюдать режим нахождения на этом листе нетрудоспособности и несоблюдение режима. Самовольный уход больного из стационара, выезд на лечение в другой административный район без разрешения лечения врача, несвоевременная явка на прием к врачу, который указан у нас в первичной медицинской документации в амбулаторной карте, выход на работу без санкций врача, то есть без выписки, отказ от направления в бюро медико-социальной экспертизы, несвоевременная явка в это бюро и различные другие нарушения, например, явка на прием в алкогольном опьянении, вот это нарушение режима пребывания на больничном листе, и эти нарушения обязательно оформляются в графе нарушения режима в самом бланке риска нетрудоспособности, где указывается код этого нарушения, например, 24, неявка на прием в указанный срок к врачу, и мы ставим дату, конкретную дату этого нарушения, например, мы выдали листок нетрудоспособности нашему пациенту с 1 по 5 сентября, больной должен к нам явиться 5 сентября, о чем есть запись в амбулаторной карте, 5 к нам больной на прием не явился, значит, при следующей явке больного на прием в графе нарушения режима мы укажем код 24 и дату 5 сентября, 5 сентября. Далее, если мы, у нас длительно продолжает наш пациент болеть, и нам необходимо продлить больничный лист, и надо взять другой бланк риска нетрудоспособности, потому что в основном бланки, где есть три графа для продления больничного листа, нам уже не будет писать, тогда мы будем оформлять продолжение риска нетрудоспособности, с указанием в строке иной, продолжает болеть, или мы установили больному инвалидность, мы указываем эту инвалидность, или больной умер, мы указываем дату в графе иной, или больной явился к нам трудоспособным, нарушая режим, мы также напишем в графе иной, явился на прием, способным указывая эту дату. Вот эти моменты являются очень важными в оформлении самого документа листка нетрудоспособности, и врачу нужно быть очень внимательным в оформлении этих разделов. Это порядок оформления основного документа листка нетрудоспособности при заболеваниях, травмах и других видах нетрудоспособности. Процесс медицинской экспертизы всегда лечащим врачом, в нашем случае участковым врачом-терапевтом, проводится в три этапа. Первый этап, основной этап, это всегда медицинская диагностика. Мы с вами принимаем больного, мы выясняем жалобы, собираем анамнез, проводим обследование больного, и мы должны провести это тщательное обследование, особенно углубленное, когда есть расхождение жалоб больного, и выявляемое нами клинической картиной заболевания. Первый этап работы с больным, этап медицинской диагностики, должен закончиться развернутой формулировкой клинического диагноза, в котором должна быть отражена нозология, если есть возможность пятиологии, тяжесть течения заболеваний, стадии, формы, если они выделяются, степень имеющихся функциональных нарушений, осложнений и сопутствующих заболеваний. Если мы принимаем больного, предположим, мы ставим ему диагноз остро-респираторно-вирусной инфекции ОРВИ, то диагноз должен содержать этап медицинскую форму ОРВИ. Мы должны указать степень тяжести ОРВИ, исходя из степени выраженности синдрома лихорадки и интоксикации, и клинические проявления, например, ОРВИ, средней степени тяжести, ренит-фринги, или ОРВИ, средней степени тяжести, ляринго-трахеид. Вот это развернутый клинический диагноз, который позволяет нам определить не только причину нетрудоспособности, но и определить ориентировочные сроки временной нетрудоспособности. Если это больной с гипертонической болезнью, пришедшей к нам первый раз, то мы, поставив диагноз предварительный и назначив обследование больному, ставим диагноз заключительный и решаем все основные вопросы. При каждом заболевании есть ориентировочные сроки временной нетрудоспособности, регламентированные приказом Минздравсоцразвития, и есть причины нетрудоспособности при каждом заболевании. Любое острое заболевание, грипп, ангина, ОРВИ, пневмония, они всегда являются поводом к освобождению больного от работы и выдаче листка нетрудоспособности. Если у больного хроническое заболевание, например, гипертоническая болезнь, то при гипертонической болезни поводом к выдаче листка нетрудоспособности при первой стадии заболевания будет только гипертонический клист, где ориентировочные сроки пребывания на больничном листе 7-10 дней. При второй стадии заболевания поводом к выдаче листка нетрудоспособности будет также гипертонический клист, но сроки пребывания на больничном листе могут быть 10-14 дней, А также может быть ухудшение в течение заболевания, когда цифра давления больного гораздо выше, ему необходимо корректировать лечение. Это тоже повод к выдаче риска нетрудоспособности и к выдаче его на 14-18 дней. При третьей стадии заболевания, предположим, поводом к выдаче риска будет гипертонический, осложненный или несложненный, и сосудистые катастрофы, которые могут быть при этой стадии заболевания. При хобол, при обструктивной болезни легких причиной нетрудоспособности у нас будет обострение заболевания, появление прогрессирования дыхательной недостаточности и появление и прогрессирование хронического легочного сердца и хронической сердечной недостаточности. Вот такие показания есть при каждом заболевании. Второй этап экспертизы всегда это профессиональная диагностика и уточнение требуемой профессии, предъявляемой к состоянию здоровья заболевшего. При этом мы учитываем занимаемую должность, характер выполняемого в труда, а также основную профессию возьмем. Когда мы решаем вопросы временной нетрудоспособности, большее значение имеет должность и характер выполняемой работы, а когда решаем вопросы стойкой нетрудоспособности, большее значение имеет профессия больной. Какие же социальные факторы, которые могут учитываться при решении вопросов экспертизы нетрудоспособности? В первую очередь мы оцениваем пригладающий фактор физического или нервно-психологического напряжения в работе больного. Его степень, значительно умеренное или незначительное напряжение. Мы обязательно оцениваем основную профессию больного, потому что наш больной может иметь несколько профессий, а работать по одной из них. Мы обязательно оцениваем условия труда, в которых работает наш пациент, рабочую позу нашего пациента, наличие неблагоприятных внешних воздействий, наличие профессиональных предностей, если наш пациент работает во вредном производстве. Вот эти социальные факторы для нас очень и очень важны. Что такое труд с пригладающим фактором физического напряжения? Значит, тяжелый физический труд или труд со значительным физическим напряжением. Это все виды труда, где наш пациент постоянно перемещает тяжести весом более 10 килограммов. А также все работы, где есть систематическое напряжение, требующее таких же энергозатрат. Но примером могут служить профессии, например, шахтер, кузнец, работающий вручную, кузнечный молот, весит более 15 килограммов, крепенщик, налогоотвальщик, каменщик, каменщик или механизатор сельского хозяйства, тракторист, комбайнер и различные другие профессии, где есть вот такое же перемещение тяжести. А что такое физический труд со средне-тяжелым напряжением? Это когда работающий человек постоянно поднимает и приносит тяжести весом от 3 до 10 килограммов. Это работа, связанная с постоянной ходьбой, длительным пребыванием на ногах, а также другого напряжения, которое требует таких же подобных энергозатрат. К этой группе можно отнести профессии плотники, плотника, столера, маляра, токаря, слезаря, скачихи, призильщицы, почтальона и парикмахера. Вот мы можем сказать, что профессия парикмахера вроде она легкая, когда у парикмахера в руках есть только ножницы и расческа, которые весят очень мало. Но это работа с постоянным пребыванием на ногах, поэтому энергозатраты здесь соответствуют средне-тяжелому физическому труду. Что такое легкий труд физический? Это когда человек постоянно поднимает тяжести до 3 килограммов, иногда пребывает на ногах. К этой группе можно отнести профессии сборщика мелких деталей, переплетчика, сапожника, ювелира, вязальщицы, санитарки и другие профессии. Вот это, конечно, деление, оно достаточно условное, достаточно условное, потому что существует руководство по эргономике труда, по профориентации, которые необходимы экспертам, которые занимаются уже такой экспертизой медико-социальной, а для лечащего врача вот такой градации, чтобы понять, где и как работает наш пациент, вполне достаточно. Что такое труд умственный? Труд со значительным нервно-психологическим напряжением. Это все виды труда, где есть большой объем производственной деятельности. Когда в поле зрения работающего находятся 30 и более объектов одновременно. Когда идет длительный объем производственной деятельности. Когда 75 и более процентов рабочего времени человек работает с повышенным вниманием, с повышенным напряжением. И он должен получить большой поток информации и необходимость быстро и точно на нее реагировать. Какие здесь профессии являются примером? Ну вот оператор пульта управления, диспетчер жизнедорожного узла, диспетчер аэропорта, машинист, водитель транспорта в пределах большого города. Сюда относятся врачи реанимационных бригад, работающих в условиях больниц скорой и неотложной помощи. Сюда же относится работа с высоким заданным темпом работы. Особенно прием анатомности. Это работа на конвейере. Когда, казалось бы, человек выполняет определенный вот такой момент производственной деятельности. Например, ставит стрелку часов на циферблат. Это незначительный, кажется, момент, но при этом темп работы задан движением конвейера и остановиться нельзя. Это тяжелое нервно-психологическое напряжение. Среднетяжелый умственный труд. Это все виды труда, связанные с выполнением заданий средней сложности. Когда 50% рабочего времени человек работает с повышенным вниманием, но у него есть переключение видов деятельности. Это работа бухгалтера, экономиста, юриста, врача, инженера и работа других сотрудников, ответственных за определенные операции. Возьмем работу участкового врача-терапевта. Врач с повышенным вниманием ведет прием пациента, работая с ним. Затем он переключает виды деятельности, может оформлять медицинскую документацию, интерпретировать анализы и так далее. То есть разные виды деятельности. Работа легкая умственная или работа с незначительным нервно-психологическим напряжением – это малый объем работы при маломеняющихся заданиях и требованиях. Здесь канцелярские работы, табельщики, щитоводы, бюллетеры, медсестры. Потому что возьмем работу участкового медицинской сестры, которая работает по заданию участкового врача-терапевта. У нее определенные маломеняющиеся задания и требования. Когда мы оценили два этапа экспертизы, то есть медицинские этапы социальные, мы последовательно принимаем экспертные заключения, в общем-то выбирая среди этих вариантов. Если наш пациент, который имеет заболевание, вышел в стадию ремиссии заболевания, и его профессия не противоречит его работе и его заболеванию, тогда мы листок нетрудоспособности закрываем больному, считаем, что может продолжать прежнюю свою работу. Если есть какие-то условия труда, которые не совсем подходят при данном заболевании данному пациенту, мы можем решить вопрос об улучшении условий труда и его облегчении в своей специальности. Мы можем перевести нашего пациента на равноценную по квалификации работу. Можем уменьшить объем труда и перевести на работу более низкой квалификации. Можем приспособить к труду в каких-то особых специально созданных условиях. Или прийти к выводу, что данное заболевание полностью противоречит работе больному. Когда выносятся первые три решения, первое решение выносит участковый терапевт, он закрывает больничный листок после окончания лечения и прехода заболевания в стадии уровня. Второе и третье решение, оно требует определенных изменений в условиях труда. Здесь нам необходима врачебная комиссия, и мы направляем этого больного на врачебную комиссию, и решение врачебной комиссии улучшаем ему условия труда именно в его специальности. Или переводим на равноценную по квалификации работу. Четвертое, пятое и шестое решения, они требуют изменения объема труда, перевода на работу более низкой квалификации, или вообще полным освобождением больного от работы, то есть определением ему группы инвалидности. Четвертое, пятое и шестое решения выносятся уже не в лечебном учреждении, а в учреждении медико-социальной экспертизы. Потому что здесь, в связи с потерей работы, с потерей квалификации, или полной потерей от трудоспособности, больному нужна социальная защита, а именно пенсия по инвалидности. Пенсия по инвалидности. Значит, вот все определения доступного вида труда, оно всегда отрабатывается путем отработки разных версий. И здесь мы должны рассмотреть категории основной жизнедеятельности больного, включая способность трудовой деятельности, характер этих нарушений, их степень и значимость. Основные категории жизнедеятельности человека, которых мы с вами должны знать, еще были разработаны в 1980 году экспертами Всемирной организации здравоохранения. Их 7. 1. Способность к самообслуживанию. Это способность больного самостоятельно удовлетворять свои физиологические потребности, выполнять повседневные бытовые деятельности, навыки личной легиены. 2. Способность к передвижению. Это способность самостоятельно перемещаться в пространстве, продлевать препятствия, сохранять равновесие тела в рамках выполняемой бытовой, общественной и профессиональной деятельности. 3. Способность к трудовой деятельности. Это способность осуществлять эту деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, объему и условиям дополняемой работы. 4. Способность к обучению. Это способность к восприятию и воспроизводству знаний, общеобразовательных, профессиональных и других, овладению навыками и умениями социальными, культурными и бытовыми. 5. Способность к ориентации. Определить себя во времени и в пространстве. 6. Способность к общению. Это способность установить контакты между людьми путем восприятия, переработки и передачи информации. 6. Способность контролировать свое поведение. 7. Способность к осознанию себя и адекватному поведению с учетом социальных и правовых норм. 7. Каждая из этих категорий имеет три степени нарушения. Первая самая легкая, вторая умеренно выраженная и третья тяжелая. 8. Способность к самообслуживанию. Что такое первая степень? 9. Когда для того, чтобы себя обслуживать, нашему пациенту нужны вспомогательные средства. Например, палка, костыль, трость. 10. Вторая степень, когда нужны вспомогательные средства, но при этом нужна помощь посторонних лиц. 11. Третья степень, когда пациент себя обслуживать не может. Он полностью зависит от других лиц. 12. Способность к передвижению. Первая степень, когда для того, чтобы пройти расстояние определенное, больному нужно затратить больше времени, нужно сократить это расстояние или разбить его на определенные отрезки. 12. Третья степень, когда пациенту необходимо использовать вспомогательные средства или постороннюю помощь, трость или костыль. 13. Третья степень, человек не способен самостоятельно передвигаться. Он полностью зависит от посторонних лиц. 14. Способность к обучению. 14. Первая степень, когда наш пациент может учиться в учебных заведениях общего типа при соблюдении специального режима и использовании вспомогательных средств, например, слухового аппарата. 15. Вторая степень, когда человек может учиться только в специальных учебных заведениях, по специальной программе или в домашних условиях. 16. У нас существует учебное заведение, которое финансируется Министерством социальной защиты населения. 17. Третья степень, это неспособность к обучению. То есть человек никакие знания получить и воспроизвести не может. 18. Способность к трудовой деятельности. Первая степень нарушения, когда человек может работать при уменьшении объема производственной деятельности или снижении квалификации. Вторая степень, когда трудовая деятельность возможна только в специально созданных условиях, на специальном оборудовании, с помощью каких-то других мер. То есть при использовании станки для людей, которые являются слепыми, являются глухими. То есть у них есть специальное оборудование, на котором они могут работать. И они могут работать на дому, на специальных станках. 19. Третья степень, это неспособность к трудовой деятельности. То есть никем и нигде наш пациент работать не может. 20. Способность к ориентации. Первая степень, когда для ориентации нужны вспомогательные средства. 21. Третья степень, помощь других лиц. 22. Третья степень и третий человек дезориентирован. 22. Способность к общению. Первая степень, когда снижена скорость общения. 23. Уменьшен объем усвоения определенных знаний. 24. И снижена скорость передачи информации. 25. Мы предположим, логан и вроз. 26. Человек говорит медленно, у него скорость общения снижена. 26. Способность к общению с использованием вспомогательных средств или помощи других лиц, например, с орган-переводчиком. 27. И третья степень, неспособность к общению вообще. 28. Способность контролировать свое поведение. 28. Первая степень, человек частично может контролировать себя. 29. Вторая степень, он может частично или полностью контролировать себя только с помощью посторонних лиц. 29. Третья степень, человек не способен контролировать свое поведение. 29. Что же такое медико-социальный экспертиз? 30. Это определение в установленном порядке потребности освидетельственного лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию на основе как раз оценки основной категории жизнедеятельности, вызвав стойким расстройством функций организма. 30. Благодарю за внимание! 31. Продолжение следует...